Вот так мы готовы к зиме. Первомайская ТЭЦ, Забайкальский край. Акционерное общество, ЗАПТЭК. Вот так в прошлом году встретили внезапно нагрянувшие холода сотрудники Первомайской ТЭЦ с ветерком и инием. И все благодаря полному отсутствию крыши над головой. Ремонтировать здание никто не спешил. Лишь после вмешательства средств массовой информации очнулись и стали искать специалистов. Отыскали, правда, в середине весны. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Смотрел в интернете объявления, где требуется ремонт кровли. Значит, нашел крансервис. В интернете дали объявление, что нужны кровельщики. Значит, я позвонил. Значит, они перенесли это через месяц. Перезвонил мне Петр Николаевич Чемитов с крансервиса. Спросил, нашел ли я работу или нет. Я сказал, что нет. Договорились встретиться в офисе. Я приехал в офис. Значит, устно мы поговорили. Я сказал, что один вопрос эти решать не буду. То есть есть коллектив, то есть есть бригада. Мы сообща как-то. Давайте решим. Олег пригласил с собой коллегу на очередную встречу с Чемитовым. Тонкости обсуждали долго. Изучали схемы, вносили изменения, предлагали свои идеи. Разумеется, не избежав небольших разногласий. К консенсусу пришли не сразу. Однако, как только все вопросы были улажены, сразу же заключили договор. Спустя неделю приступили к работе. Передемонтировали там все. Получается 24 метра по общей площади. 408 квадратных метров. Переделали. Что-то сделали. Полностью изготавливали лотки. Утепляли лотки. Двойные лотки. Варили металлоконструкцию на 106 метров. Закрыли сэндвичем. Ну и за время этой работы, значит, Чемитов нам предоставил мастера своего, который сначала с нами находился. Ложного образования человек не имеет. Более того, мастер оказался непростым, а любителем припасть к бутылке. На рабочем месте выпивал, нередко не заботясь ни о своей безопасности, ни о здоровье подчиненных. Конфликты между коллегами уже было вошли в привычку. Работникам ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Чемитову. Однако тот идти навстречу наотрез отказался. Поэтому бригада, закрыв 1 четвертую часть крыши, то есть решили расторгнуть договор. На расторжение договора, значит, Чемитов сказал, что мы сделали 15% от общей площади работы. Ну, с чем, как бы, ну, лично я не согласен. И человек готов нам оплатить на бригаду. Ну, на человека получается по 7-5 тысяч рублей за то, что мы месяц там проработали на высоте, выполняли тяжелые работы. Между бывшими коллегами возник жаркий спор. Но что же делать, если одна из сторон не согласна с обвинениями? Чемитов предложил свой вариант решения вопроса. Бригада должна была нанять трех независимых экспертов. Но как, если денег нет даже на еду, не говоря уже об иных тратах? Оставалось одно – идти за помощью к начальству ЗАПТЭК. Сначала работников в здание не пускали, а после оправдались, мол, и сами от действий Чемитова устали. Да вот только справиться с ним не в силах. Так кто же он, тот самый неуправляемый Чемитов, и возможно ли отыскать на него управу? Виктор Соловьев, Ника Новак, Николай Шунков, ЗАПТВ.